Итак, продолжаем в эфире ТОН-ТВ. Следующая наша тема. Мы пригласили к беседе Мариана Беленького, писателя и юмориста. Надо сказать, что средства связи и технологии сегодня позволяют поймать человека, с которым мы хотим поговорить в любом месте. И Мариан сейчас просто-напросто едет в автобусе, поэтому мы заранее извиняемся, если будут какие-то посторонние шумы. Но это, надеюсь, не помешает нам обсудить ту тему, которую мы с Марианом хотим обсудить. Мариан Беленький, здравствуйте, Мариан. Шалам. Скажите, пожалуйста, были ли вы Шарли Эбдо с декабря прошлого года? Остались вы Шарли Эбдо или вы никогда им не были? Я никогда ни в каких массовых акциях не участвую. Окей. Тогда скажите, как вы относитесь к темам карикатур журнала Шарли Эбдо? Я видел сегодня. Я думал, что у нас и у французов разные к этому отношения. Например, когда мы читаем про голод в Эфиопии, нам пофигу. А израильским Эфиопам, наверное, не так. Мы ассоциируем себя с этими людьми, поскольку они земляки, они русские. А для французов эта самая катастрофа все равно, что когда мы читаем, например, что худ урежет туци. Это волнует. Поэтому мне кажется, что у французов более отстраненное отношение к этому. А мы воспринимаем это все-таки ближе к церкви, поскольку погибли русские. Если бы погибли там французский самолет, может быть, в русской газете тоже была бы такая же карикатура. То есть вы считаете, что Шарли Эбдо тогда не печатал бы карикатуры, если бы там были французы в этом самолете? Несомненно. Если бы это был французский самолет, 100%, что такой карикатуры бы там не было. А там какие-то русские погибли. Кого это волнует? Тогда давайте отнесемся к позиции критики, которая подвергся этот журнал в последнее время со стороны российских официальных лиц. Например, официальный представитель МИДа России Мария Захарова напечатала на своей странице в Фейсбуке вопрос «Кто еще Шарли?» и называет то, что Шарли Эбдо использует в своих сатирических карикатурах трагедию самолета, называют кощунством. Мне тогда непонятно, почему не было кощунством, когда они использовали в своих карикатурах то, что ИГИЛ отрезал головы пленным американцам. Тогда это кощунством не называл. Американцы нас же не волнуют. А что думают по этому поводу российские чиновники, меня не интересует, потому что я единственное слово приличное, которое я могу сказать – мудаки. Других слов, к сожалению, не могу позволить. Они все такие, от Путина и до мелкого чиновника. Там нет ни порядочных, ни умных людей, ни одного, поскольку они по определению... Ну, хорошо, Марьян, а тогда я вас спрошу так, если Шарли Эбдо использует какие-то темы Холокоста, катастрофы в своих карикатурах, вполне возможно, что в Израиле выступят чиновники с обвинением. Вы их назовете тем же самым словом, которых не назвали рейки в чиновниках? Во-первых, Шарли Эбдо это не сделает. Они понимают хорошо, что можно, чем-то нельзя. И я глубоко уверен, что прежде, чем напечатать эти карикатуры, они посоветовали со своими французскими адвокатами и получили разрешение на них даже в суде. То есть вы считаете, что есть темы... Я, например, думаю, что Шарли Эбдо... Вообще изначально заявили, что у них нет тем, под которые нельзя. Они могут напечататься карикатуру, потому что это, в общем-то, сатира. Подвергать сатире можно абсолютно все в этом мире. Это мое мнение. По-моему, они так же считают. Вы считаете, что есть темы, которые нельзя, и они об этом знают? Несомненно. Они говорят, что вот вы все под другом, но они сами прекрасно понимают и задача их, как и любого издания, увеличивать тираж. Те карикатуры, которые поможут этому, они будут публиковать. Та, которая не поможет или грозит судом, они ее не будут публиковать. Там прекрасно понимают ребята, что они делают. Я не уверен, что можно ввести в суд сатириков, но это ваше мнение. Скажите, пожалуйста... Еще как. Сатириков? Окей. Я просто не помню таких претендентов, мне кажется. Ну, возможно, это я не помню просто. Да. Скажите, пожалуйста, но ведь акция «Я, Шарли» тогда, после убийства членов редакции журнала, была не против того, можно или нельзя печатать те или иные карикатуры, а она была против того, что за это убивать нельзя. Как можно подвергать сомнение такую акцию, что за это убивать нельзя? Убивать за это нельзя. Но если российские власти, поскольку они мудаки, они не подумаются нанять в Афропариж адвоката и подать сомнение, вот. А в принципе, это реальная акция. Какая из них? Я не Шарли или я Шарли? Ну, вот, чтобы от имени российского правительства нанимают любого французского Париж адвоката и подают в суд на Шарли, но поскольку они в России все идиоты, они до этого просто не подумают. Но вы же, вы видели эти карикатуры? Да. Это карикатуры не на саму трагедию. Эту трагедию используют одна карикатура для иллюстрации французского кокаинного скандала, который там был, а вторая для действий жесточайших бесчеловечных ИГИЛ, которые они совершают. Это, собственно говоря, не насмешка над самими пассажирами этого самолета. Несомненно, еще раз, в контексте Франции и французский народ вас принимает от этого иначе, чем мы, вы, которые мы говорим по-русски. Для них это нормально. Для наших. Я, знаете, я не могу с вами полностью согласиться. У нас есть такие два юмориста на радио 103FM, Тель-Авивском радио, которые тоже использовали в одном из своих айтемов трагедию российского катастрофа. У них, по-моему, тоже нет запретных тем. Они могут смеяться вообще над чем угодно. Как мне кажется, вопрос в том, как ты смеешься, как ты это делаешь, а не то, что ты избираешь. Несомненно. Да, тут анекдот, который я с вами за бутылкой водки расскажу. Я его не буду рассказывать в прямом эфире. Все, что мы говорим в СМИ, оно отрежает наш имидж. Поэтому нужно хорошо подумать, что мы говорим в СМИ. Марьян Беленький, ну что ж, я надеюсь, что вот эта наша короткая беседа в полной мере или в достаточной мере отразила наш с вами имидж и ваша, ваш как гостя сегодняшнего выпуска программы ТОН-ТВ. Спасибо вам за это интервью. Всем хорошего. Уважаемые телезрители ТОН-ТВ, нам важно знать ваше мнение вот на ту тему, которую мы обсуждали с Марианом Беленьким. Какие темы можно подвергать сатире? Есть ли ограничения в темах, которые можно подвергать сатире сегодня или нет? Пожалуйста, примите участие в голосовании на сайте ТОН-ТВ. Адрес его прост. Ну а начиная с завтрашнего дня вы сможете оставить и свои комментарии под нашим разговором с Марианом Беленьким. Нам важно знать ваше мнение и результаты голосования. Мы познакомим вас с ними в одной из наших ближайших программ. Продолжение следует...